Доброе утро! В эфире вновь новости на телеканале Катунь24. Меня зовут Егор Матаев. Начинаем выпуск. Обновленное правительство провело первое заседание. Его восхватили проекту бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Как отметил председатель правительства Виктор Томенко, главные приоритеты нового плана – социальная поддержка граждан, увеличение заработной платы, доходов жителей региона и повышение уровня жизни в Алтайском крае. Доходы краевого бюджета составляют почти 91 миллиард рублей. Большая часть региональной казны – налоги на доходы физических лиц – 35%, налог на прибыль организации – 25% и всевозможные акцизы – 22%. Расходы составят около 96 миллиардов рублей. Таким образом, дефицит бюджета чуть больше 5 миллиардов рублей. Это предельно возможный дефицит, который установлен федеральным законодательством. Наиболее крупные статьи расхода на предстоящем периоде – это расходы на заработную плату. Виктор Петрович об этом сегодня говорит. Это касается и краевого уровня, и муниципального уровня. Оценивается на 8%. Это расходы социального характера – 22 миллиардов рублей. Это вторая по значимости статья расходов краевого бюджета. Это существенные расходы тоже, которые увеличиваются на 8% к ожидаемому уровню этого года. Это субвенция на школы, субвенция на детские сады возрастет на 8%. А теперь информация для автолюбителей. В России вырос спрос на поддержанные машины. С января по сентябрь этого года продали около 4 миллионов автомобилей с пробега. Этот показатель превысил прошлогодний почти на 2%. Больше всего на вторичном автомобильном рынке по итогам первых трех кварталов покупают ВАЗ-2114. Второе место получил «Форд Фокус». Он пришелся по вкусу сотни тысяч россиян. И по-прежнему остается самой популярной, поддержанной иномаркой на отечественном рынке. Третью строчку занял ВАЗ-2107. Уроженец Барнаула Алексей Нечапуренко снялся в одной из ролей в фильме «Парень из Голливуда» или «Необыкновенные приключения Вени Везунчика». Картина выходит в российский прокат 8 ноября. Вам нужно изобразить респектабельного человека. Респектабельный! Ну, придура. Полный. А где можно ознакомиться со сценарием? Ну что вы, полная свобода действий. Это случайно не футбол продакшн снимать? Нет, это строго засекреченный спецпроект. Алексей сыграл в фильме роль итальянского злодея. В картине он говорит на итальянском языке. Отметим, что Алексей с 2006 года живет в Москве. И впервые он снялся в фильме, который выходит в российский прокат. Ранее он принимал участие в съемках роликов и сериалов. Играл иностранца, убийцу, самого главного убийцу плана итальянской мафии, который его отслабили, чтобы убить одного из персонажей. Ну, человека, который, в общем, его задолжал. Гарел, да, на итальянском языке. Первый раз в своей жизни играл роль, на которой не на своем языке. Ну, потом переозвучил ее. И о спорте. Организация турнира была на самом высоком уровне. Однако не обошлось и без негативных моментов. Судейство меня расстроило очень сильно. Прямо, ну, очень строго. И как будто нас подслуживали чуть-чуть. На вольных тоже. Вот всегда ставили всю базу так же. А тут в финале сделал все то же самое. И поставили на десятку меньше. Делегация сборной России состояла из 94 юных атлетов. Сергей Найдин, воспитанник Барнаульской спортшколы Сергея Харахордина, в рамках турнира завоевал 4 медали. Он стал бронзовым призером в упражнениях на брусьях, завоевал серебро в многоборье и на коне, а также бронзу в вольных упражнениях. Добиться такого результата было не так-то просто. Квалификация проводилась не за один день, а за 4 дня. То есть это, ну, я считаю, что это очень морально убивало, может быть, всех. Не одного, допустим, Сергея, а, я думаю, всех спортсменов. Потому что каждый день надо настраиваться на один-два снаряда, подходить, себя где-то перебарывать. Я думаю, что это сложно. В активе алтайского гимнаста могла быть и еще одна медаль. Но из-за травмы Сергей был вынужден сняться с последнего вида соревнований – упражнений на перекладине. Сейчас в планах у спортсмена полностью восстановиться после травмы и продолжать работать, изучать новые элементы, оттачивать комбинации. Дмитрий Гладких, Анатолий Фукс – Новости. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня и отличного настроения.